На авиабазе Кан прошла торжественная церемония передачи военной техники. Кыргызской армии подарено два вертолета Ми-8МТ и радиолокационная станция П-18. Выступая на торжественном мероприятии, замминистр обороны России Александр Фомин заверил, поступательное развитие дружеских отношений между двумя странами является фактором стабильности и безопасности во всем Центрально-Азиатском регионе. И мы и впредь намерены поддерживать наших друзей Кыргызию в обеспечении безопасности и стабильности в стране и в регионе. И хотелось бы сказать слова благодарности нашим кыргызским друзьям за то, что нам постоянно оказывается соответствующая поддержка и содействие в обеспечении функционирования и развития объединенной российской военной базы. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Чумоев отметил, в свою очередь, о том, что военно-техническое сотрудничество является одной из самых важных и быстро развивающихся сфер взаимодействия России и Кыргызстана. Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно были и остаются приоритетными направлениями сотрудничества, требующими консолидации усилий оборонных ведомств сторон. При этом единая позиция по многим актуальным проблемам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двухсторонних связей, а дислоцированная территория Кыргызской республики объединенная российская военная база является надежным гарантом безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В этой связи хотел бы выразить готовность Генерального штаба вооруженных сил Кыргызской республики к дальнейшему развитию взаимовыгодного и конструктивного диалога в вопросах сохранения мира и стабильности. Завершая свое выступление, Нурлан Чумоев отметил, что объединенная российская военная база, которая находится в городе Кант, является надежным гарантом безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Он также заверил российских военных, что полученная техника будет эффективно использоваться в интересах вооруженных сил Кыргызстана. После торжественной церемонии приема передачи техники Нурлан Чумоев и Александр Фомин осмотрели вертолеты и радиолокационные станции. Многоцелевой вертолет Ми-8МТ, который Россия предоставила Кыргызстану, предназначен для огневой поддержки, подавления огневых точек. Используется для тактического десантирования, перевозки боеприпасов, оружия, грузов и медикаментов, а также эвакуации раненых. Вертолет способен поражать войска противника неуправляемыми ракетами, стрелковым и бомбардировочным оружием. Радиолокационная станция П-18 обнаруживает и сопровождает воздушные объекты, причем даже очень маленьких размеров, измеряет координаты и определяет государственную принадлежность. Дальность обнаружения целей, летящих на высоте 100 метров от земли, составляет порядка 35 километров. На высоте 4000 метров – 170, 10 тысяч метров – 250 километров и так далее. У этой станции характеристики чуть-чуть улучшены по сравнению с характеристиками РЛС советского производства. Стоит отметить, что это не первая военная помощь, которую Россия оказывает Кыргызстану. Так, в апреле текущего года нашей стране на безвозмездной основе было предоставлено два вертолета Ми-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин. Екатерина Токамбаева, Улан-Улу, Аскар, Пирамида.